В Италии по молитвам у одного из списков с иконы Божьей Матери Чинстаховской многочисленные христиане исцеляются от разных недугов и болезней. Копия была привезена из Молдовы более трех лет назад православным батюшкой. Сегодня об иконе знают почти во всей Италии, а православные приходы просят доставить богородичные образы в их храмы, чтобы поклониться Великой Святыне. Кроме чудотворных списков, носивших имя Чинстаховской иконы Пресвятой Богородицы, этой Великой Польской Святыне, в мире существуют многочисленные богородичные образы, являвшиеся иконографическими изводами Чинстаховской иконы, но носившие другие имена. Один из таких списков оказался и в Молдове, у бывшего комиссара полиции молдавского города Кахул. В 97-98 годах она попала, при каких обстоятельствах не знаю, но кого-то мы и взяли. Через Интерпол ее пытались установить владельцы, уже был распад Советского Союза, не смогли найти. И тогда я переходил с кабинета, и где-то в 2000 году я данную икону подарил батюшке Михаилу Урсаке, именно ему лично, и в дальнейшем он ей распоряжался на реставрацию и так далее. И судя по сегодняшнему, тот путь, который эта икона прошла, значит тот выбор, который я сделал, подарил батюшке Михаилу эту икону, значит был правильный. Батюшке Михаилу Урсаке довелось исполнять православную миссионерскую деятельность в Италии, где большинство православных, это выходцы из бывших советских республик, из Румынии и других стран. Чтобы утешить тоску христиан по православным службам, а особенно по православным святыням, батюшка принес из Молдовы на поклонение в Италию икону Божией Матери. После того, как икону поместили в храме святого Харлампия в итальянском городе Линяга, люди, наслышанные о ней, теперь почувствовали ее исцеляющую силу. Я более пяти лет не могла спать ночью из-за большой боли в ушах. Ходила по врачам, но ни один доктор не мог мне поставить диагноз. Я услышала чудотворные иконы Божьей Матери Чинстаховской, которая находится в храме в Линяга. Я пришла сюда, исповедовалась, причастилась и помолилась Пресвятой Богородице. Мне было очень трудно, но я исцелилась и знаю точно, что мне помогла Царица Небесная. Доктора сказали мне, что я рожу ребенка с отклонениями развития. Я молилась у иконы Божьей Матери Чинстаховской, чтобы она мне даровала здорового ребенка, и взяла маленькую икону домой. В ночь на 2 марта мне приснилась Дева Мария. Утром я поехала в церковь в Линягу, чтобы поклониться Божьей Матери и причаститься. Но по дороге у меня начались родовые схватки. Меня повезли в роддом, и там я родила совершенно здоровую девочку. О чудесных исцелениях после молитвы иконы Божьей Матери Чинстаховской сегодня свидетельствуют христиане и не только во всей Италии. Икону приглашают в разные православные приходы. Несколько дней икона гостила в городе Басано-дель-Грапа. В каждый вечер у иконы совершался акафист. Несколько дней мы духовно радовались пребыванию иконы Божьей Матери Чинстаховской в нашем храме. Очень много христиан пришло попросить помощи и сил. Потому что здесь, за границей, помощь, здоровье и духовная сила особенно нужны. В другой итальянской коммуне, Пратой Пардиноне, в течение нескольких дней христиане молились у иконам. Все они просили у небесной царицы здравия. Здесь можно было услышать новые свидетельства о чудесных исцелениях. Константин из Румынии рассказывает, что не мог ходить, но теперь встал на ноги и призывает всех обращаться за помощью к Богу и помнить, что любовь к Господу в Православной Церкви неразрывно связана с любовью к Его Пречистой Матери. Постоянное к ней молитвенное обращение — это наш ответ на безграничную любовь к роду человеческому, Пречистой и Преблагословенной Матери Господа нашего Иисуса Христа, заступницы нашей перед Богом в любых жизненных ситуациях.